Это пульс дня по скриптуму. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Коровы наносят экологии гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. На планете живут 2 миллиарда коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18% всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли. Также в результате изготовления и транспортировки мяса, перевозки кормов и обустройства пастбищ сжигается топливо, которое дает 9% мировых выбросов углекислого газа. На долю гуренок приходится 2 трети, попадающую в атмосферу аммиака, а это главная причина кислотных дождей, и 1 треть метана. Специалисты считают, что из-за большого спроса на мясо будет расти и поголовье коров. Это приведет к тому, что к 2050 году ущерб экологии, наносимый этими животными, может увеличиться в два раза. Эксперты изучали воздействие на окружающую среду, также кур, овец, кос и свиней, но пришли к выводу, что именно коровы наиболее опасны для экологии. Питьевой гигант Каргилл, кажется, знает, как решить проблему. Концерн начнет продажу специальных намордников для коров, которые улавливают метан из дыхания и отрыжки. Новая технология планируется массово внедрить в отрасли животноводства и молочной промышленности стран Европы в ближайший год. Метанопоглощающие маски для коров способны сократить образование парникового газа от жизнедеятельности скота примерно вдвое. Около 95% метана выделяется коровами в виде отрыжки. Устройства над ртом коров будут заменять фильтр, который преобразовывает метан в более безопасный для атмосферы монооксид углерода. Намордник находится в разработке, но уже в этом году Каргилл будет предлагать его в своих сетях по всей Европе. Устройство сделают максимально миниатюрным и удобным. Метан, который вырабатывают коровы в процессе своей жизни, гораздо опаснее углекислого газа. Европейская компания Мутрал в свою очередь предложила освежать дыхание и отрыжку у скота при помощи специальных кормовых добавок с чесноком и цитрусовыми. Почему же коровы при отрыжке выделяют метан? Дело в том, что коровы, выращенные для мясного или молочного производства, едят много травы и способны переварить с помощью микроорганизмов вегетативные вещества, которые другие животные переработать не могут. Самый большой желудок коровы может содержать от 150 до 190 литров воды и пищи. Побочным эффектом такого объема является метеоризм. До сегодняшнего дня никакие исследования в этой области не привели к созданию какого-либо массового продукта, который мог бы снизить метеоризм крупного рогатого скота. А потому работы в этом направлении по-прежнему ведутся. Наиболее перспективным решением является изменение питания. Добавляя каждый день нитраты в еду, канадские исследователи обнаружили в коровьем желудке микроорганизмы, которые дают аммиак вместо метана. А в Новой Зеландии решили из космоса контролировать метеоризм коров. Спутник будет с орбиты следить за проблемой метеоризма у 10 миллионов новозеландских буренушек. Его запустят в сотрудничестве с Гарвардским университетом. Вы не поверите, зоологи под руководством Нилли Дирсена из Института биологии и сельскохозяйственных животных Германии попробовали приучить коров к туалету. Многие люди приучают детей к туалету, сажая их на унитаз и вознаграждая, если они им воспользуются, говорит Линси Мэтьюс, соавтор исследования. Оказалось, что то же самое работает и с телятами. В течение очень короткого срока, около десятка мочеиспусканий, они поняли связь между действием и получением корма в награду. При этом животных побуждали не мочиться в других местах с помощью мягкой стимуляции, вроде вибрации ошейника или брызг воды. Через 15 дней обучения большинство животных привыкли к горшку. На этом фоне бразильские ученые предложили высаживать рядом с пастбищами эвкалипт. Исследователи случайно выяснили, что около 350 деревьев этого растения, среднего размера, выращенные на одном гектаре земли, способны поглощать столько вещества, сколько выделяют 12 крупных коров. Густые кроны этих деревьев достаточно защищают пастбище от солнечного света, благодаря этому местная трава накапливает больше азота, необходимого для производства белка. Это делает природный корм более питательным для животных. В итоге они быстрее набирают массу, поэтому проводят меньше времени на пастбищах. К сожалению, этот способ подходит не для всех территорий. Дело в том, что эвкалипт способен расти не при любом климате и не на всех типах почвы. За последние 50 лет количество сельскохозяйственных животных возросло в 4 раза. Каждый год количество фермы и животных растет, а к 2050 году потребление мяса может увеличиться еще на 76%. Производство еды истощает запасы воды во всем мире. У каждого продукта есть водный след – количество воды, которое понадобится на его производство. Например, говядина находится только на шестом месте по количеству употребляемой воды на грамм белка. Но для того, чтобы произвести одну котлету для гамбургера, необходимо полторы тысячи литров воды. Буквально выражаясь, человечество ест мясо, а мясо съедает планету. С 70-го года мы потеряли половину дикой природы, но при этом утроили поголовье скота. Чтобы сдержать рост глобальной температуры, всему человечеству нужно сократить в 2 раза потребление мяса и молока. Реальность такова, что без смены нашего рациона планету мы не спасем. Последнее исследование говорит, что выбросы парниковых газов от 13 молочных компаний в мире совпадают с выбросами всей Великобритании. Больше 10 лет международные организации, независимо друг от друга, публикуют доклады о том, что глобальный сдвиг в сторону растительной еды жизненно важен для спасения мира от наихудших последствий изменений климата. Каждый год к уже существующим данным о влиянии животноводства на экологию добавляются новые факты. Поэтому, если вы ищете способ сократить свой экослед, то лучший способ попробовать стать веганом или значительно уменьшить потребление животных продуктов. Но если не отказываться от всего сразу, то что лучше вычеркнуть в первую очередь – говядину или курятину? Или, если говорить о вегетарианском меню, что дает больше выбросов парникового газа производству миски риса или тарелки картошки фри? И что менее вредно для окружающей среды – винотелие или пивоварение? Самыми вредными по части влияния на климат и вообще окружающую среду оказались говядина и баранина. Довольно много парникового газа, если считать весь баланс, включая потери от вырубки деревьев, приходится на шоколад и кофе, выращенные на плантациях на месте вырубленных джунглей. Из помидоров стоит выбирать те, что выращены под открытым небом, а не те, что выросли в теплицах, отапливаемых газом или соляркой. Любители пива должны знать, что на бочковое пиво приходится меньше выбросов, чем на пиво в банках или тем более в стеклянных бутылках. Китайцы оказались проворнее других. Они ищут альтернативы мясу, а рынок вегетарианских продуктов продолжает расти. В Компартии уверены, переход на растительный белок поможет решить экологические проблемы. В январе Министерство сельского хозяйства КНР впервые включило растительный белок в дорожную карту по обеспечению продовольственной безопасности. По данным Департамента сельского хозяйства нашей страны, Китай является крупнейшим в мире потребителем мяса. Ожидается, что в этом году китайцы съедят более 53 миллионов тонн свинины, а также по 10 миллионов тонн говядины и телятина. Но спрос на вегетарианские продукты тоже продолжает расти. Стартап Starfield Food Science and Technology из Шэньчжэня привлек 100 миллионов долларов на финансирование бренда вегетарианского белка. Тем не менее, воздействие потребительских привычек Китая на окружающую среду вызывает особую озабоченность среди международного сообщества из-за более чем полутора миллиардного населения страны и быстро растущего среднего класса. Ученые связывают ежегодные преждевременные смерти 75 тысяч жителей Китая с растущим потреблением мяса. Производство говядины и свинины загрязняет атмосферу убийственными для организмов людей веществами. В результате образуются твердые частицы, которые опасны для человека. Они могут привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Иными словами, свинина в кисло-сладком соусе опасна для планеты. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго!